МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие заслуги есть у нас, что она лучшая? Да, действительно. Краснодарский край был признан лауреатом первой степени в конкурсе Росздравнадзора на сыскании премии за эффективность и качество безопасной медицинской деятельности. Итоги этого конкурса были подведены в прошлом году в рамках конференции медицинные качества, которые проходят ежегодно. Конкурс проводился уже второй раз. И когда конкурс был первый раз в 2016 году по итогам 2015 года, тогда программным комитетом конференции были отобраны 36 критериев, по которым и оценивается работа органов исполнительной власти, и по которым можно судить о качестве и безопасности медицинской деятельности. Там такие и динамические показатели, связанные с снижением смертности, например, ладенческой, от сердечно-засудистых заболеваний. Либо статичные показатели, такие как охват беременных при нотальной диагностике или охват диспансеризации отдельных групп населения. Хочу сказать, что и в первом конкурсе Краснодарский край тоже был отмечен. Мы тогда стали угрятом второй степени. И повысили свои показатели в следующем году. Эти показатели абсолютно объективны, потому что у нас замечательные центры работы. Это центр грудной хирургии, вы сказали, показатели по сердечно-сосудистым заболеваниям. И перинатальные центры у нас отличные и замечательные на всю Россию. Я думаю, что у нас эти показатели будут только расти год от года. Мы начали, конечно, с безупречной работы кубанской медицины. Но все-таки, если вы работаете, наверное, вы нужны. И какие-то показатели, наверное, нужно подтянуть. Вот какие? Наш орган является контрольно-надзорным. То есть это наша миссия повышения эффективности, безопасности и качества системы здравоохранения для граждан Российской Федерации. А достигается таким образом проведением контрольно-надзорных мероприятий, для которых мы смотрим соответствие обязательным требованиям. При проверках выявляем нарушения. И цель наших проверок – профилактировать эти нарушения, чтобы впредь этих нарушений не в деятельности медицинских организаций, не в деятельности аптечных организаций, которых мы тоже контролируем, действий, с которых контролируем, не было. А вот такой вопрос. К вам, граждане, обращаются чаще всего? С какими просьбами, может быть, это жалобы? Вот что чаще всего звучит? Вы знаете, обращения самые разные. От просьб разъяснить, регулировать очередь в поликлинике до серьезных замечаний, связанных с качеством и безопасной медицинской деятельности, с качеством медицинской помощи. Вплоть до того, что некоторые граждане обращаются, если случилась беда. То есть в результате обращения в медицинскую организацию получили неожидаемый результат, а исход печальный. А вот что касается аптек. Тоже подконтрольные, да. И там какая у нас ситуация? С аптечными организациями граждане обращаются, если они, опять-таки, не удовлетворены качеством обслуживания, если они получили, не дай бог, просроченный препарат в аптеке, этого быть не должно и не может быть. Это грубое нарушение. То есть мы смотрим и практику, належащую практику хранения лекарственных препаратов, и правила розничной торговли, и порядок опытовой торговли лекарственными средствами. Я знаю, что недавно обсуждался законопроект, в котором предлагалось наделить работников Росздравнадзора правом контрольной закупки. Вот расскажите, каким образом ваши специалисты приходят проверять надзорный орган, и вот как это происходит у вас на практике, и насколько поможет право контрольной закупки вам в работе? Контрольные мероприятия сейчас, в настоящий текущий момент, проводятся инспекторским составом Росздравнадзора только в виде плановых проверок или внеплановых проверок. Плановые проверки заранее планируются, утверждаются Генеральной прокуратурой, и все подконтрольные объекты знают в течение года, когда к ним придет инспектор, по какой теме, что будут смотреть. Сейчас еще в рецкориентированной модели мы используем проверочные листы. Внеплановые проверки организуются, если происходит какое-то основание, по которым необходимо провести внеплановую проверку. Это либо обращение тех же граждан, либо информация, которая поступила от органов власти, либо информацию, которую мы черпаем, в том числе и в средствах массовой информации. И тоже, если там есть информация, которая в себе содержит признаки нарушения обязательных требований, которые за собой влекут угрозу причинения или причинения вреда жизни здоровью, тогда организуется внеплановая проверка. Контрольная закупка – это тоже форма проверки, это тоже форма контроля. Когда организуется плановая или внеплановая проверка, мы заранее извещаем свой субъект подконтрольный, к которому мы придем, о том, что мы идем с проверкой. За три дня, когда плановая проверка, и за 24 часа, когда внеплановая проверка. Бывают ситуации, когда нужно в ходе контрольной закупки, то есть в ходе получения услуги, возможно зафиксировать сам факт нарушения. Это может быть продажа услуги, например, без лицензии, медицинские услуги, оказание медицинской помощи без соответствующего разрешения в лицензии. Или оказание медицинской помощи по адресу, который не указан в лицензии. Или в аптечной организации продажа лекарственного препарата без рецепта того, который подлежит рецептурному отпуску. Особенно это печально, если происходит продажа сильнодействующих психотропных веществ для немедицинского применения. Я думаю, нашим зрителям будет интересно все, что касается платной медицины. Там вроде бы никто тебя не заставляет. Ты идешь, сам платишь деньги. Но вот если ты получаешь недодлежащее обслуживание, либо многие жалуются, допустим, большой список обследований зачастую тебе назначают. А вы можете за такими клиниками платными наблюдать, контролировать их или нет? Платные клиники тоже в сфере нашего внимания. Если взять статистику нарушений в разрезе организаций, которые оказывают медицинскую помощь, а у нас под контролем и федеральные медицинские учреждения, и государственные медицинские учреждения, и муниципальное звено, и частные клиники. Если все нарушения прошлого года взять за основы и разрезать пирог по частям, то большей частью нарушения были выявлены как раз в частном звене. Вторые по частоте нарушений, по объему показателей муниципального учреждения, совсем немного нарушений в государственных и федеральных медицинских организациях. Вот очень интересная статистика. Все-таки, знаете, мне хочется вернуться к аптекам по поводу маркировки лекарства. Тоже такой вопрос, который на слуху уже несколько месяцев. Как там обстоят дела? Маркировка – это вообще новый проект. Это очень актуальная тема, и начала она развитие с момента утверждения приоритетного проекта «Безопасность, лекарства и качества». И паспорт этого проекта, значимость подтверждает тем, что паспорт этого проекта утвержден президиум при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным приоритетным проектам. В прошлом году был эксперимент, и уже в ходе эксперимента были получены очень интересные результаты. Принял в конце года закон, вернее, было внесено в действие законодательство изменения, и обязательно уже маркировка, как автоматизированное внедрение, мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя будет запущена, будет обязательно с 1 января 2020 года. То есть два года осталось до того, как это будет обязательным. Сейчас идет активный подготовительный этап. Что даст это простому гражданину, маркировка лекарственных препаратов? На каждую покупку лекарственного средства будет двухмерный код нанесен производителем. То есть каждая коробочка будет посчитана, и ее движение до конечного потребителя будет отслеживаться в информационной системе. И когда она уже будет выводиться из системы, она будет считываться, что этот препарат выведен из системы в конкретном месте. То есть куплен. Он может быть куплен в аптеке, и он может быть точно так же выведен к пациенту в лекарство. Это в медицинском учреждении при его применении. То есть каждый субъект обращения и применения лекарственных препаратов обязан будет зарегистрироваться в этой информационной системе и участвовать в мониторинге движения. Пациент, потребитель в аптеке, купив препарат, может с помощью мобильного устройства считать код на телефоне, на смартфоне, сейчас откроется и увидит, что этот препарат легальный. Где он был произведен, срок его годности, что он легально поступил в эту сеть. Кстати, какая часть нелегальных сейчас медицинских средств продается в аптеках? Это очень крайне малая величина, потому что мы слышим иногда, что вот препарат некачественный или фальсифицированный, потому что мне не помогает. Вспомните, ролик ходил в сетях, когда разламывали капу слоу эссенциали, и с нее ничего не выпадало. Порошочек. Не видели? Нет, я не видела. А вот к нам, даже как к специалистам, присылали эту информацию, снимали на камеру капсулу эссенциали. Это вот такая капсула, да, разламывают ее, и ожидают, что там будет сыпаться порошок. И говорят, что вот, производитель не выложил туда, мы кушаем пустышки. На самом деле, действующее вещество эссенциали имеет вязкую консистенцию. Оно просто не может высыпаться. Оно просто в небольшом количестве, но размазывается по стеночкам. Поэтому разломив капсулу и потрясти над столом, мы не получим порошка. Потому что априори там его нет. Там вязкое вещество, которое надо выковыривать спичкой или зубочисткой. Понимаете? То есть вот эта информация, она ложная. О том, что вот все подряд там фальсифицировано или контрафактно, если не помогает. Не помогает, может, потому, если препаратом мы занимаемся самолечением. Обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы доктор назначил все дозировки, они индивидуальны. Бесконтрольный прием антибиотиков, он вообще вреден. А вот доля контрафакта или фальши чрезвычайно мала. И у нас в крае это очень редкое выявление. К сожалению, вот в этом году у нас будет случай выявления. Как раз сейчас идут мероприятия. Пресечена реализация фальсифицированного лекарственного препарата. Пять упаковок из Свердловска была попытка вброса на нашу территорию. Сейчас идут мероприятия правоохранительными органами в отношении поставщика. А препарат находится в карантинной зоне. Он до потребителя не дошел. Еще один вопрос. За какие нарушения можно привлечь к административной ответственности? Ну, будь то специалисты, организации. Нарушения, которые выявляются, это может быть и нарушение обязательных требований лицензионных. Это нарушение правил хранения лекарственных препаратов. И нарушение прав граждан на информирование согласия. Получение информации об объеме доступности лекарственной помощи и медицинской помощи при получении медицинских организаций. Часть из них лежит в плоскости административного правонарушения. То есть имеют признаки административного правонарушения, за которые законодателям предусмотрено наказание административное. Это может быть штраф, это может быть приостановление деятельности. Но за какие из них, это обязательно нужно смотреть, есть или нет нарушения лицензионных требований и условий. Если нарушения лицензионные, это штраф. Наиболее жесткая статья, раз мы уже говорим о лекарствах, самая серьезная статья с большими нарушениями, это за обращение, за реализацию и ввоз недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных лекарственных средств и медицинских изделий. Там штрафы на юрлицо от миллиона до пяти миллионов. На должностной основе тоже много, от 100 тысяч до 600. Ну да, штрафы достаточно серьезные. Еще один вопрос у меня. На днях прошли у вас публичные слушания. Какие главные темы обсуждали специалисты здравоохранения? И вот если подытожить эти слушания, что было самым важным? Вы спрашивали, какие методы нашей работы, помимо контроля, у нас еще есть профилактические мероприятия. Вот как раз к таким профилактическим мероприятиям относятся публичные слушания. Они прошли 15 февраля. Вместо заявленных двух часов, почти 2 часа 40 минут, очень активные были слушатели, которые пришли вместе с нами послушать, как нельзя и что нужно делать, чтобы не податься на нарушениях, чтобы работать в правовом поле. Мы получили предложение в ходе этих слушаний о том, чтобы в дальнейшем эти слушания разделить отдельно для медицинского сообщества и для фармсообщества. Разные нормативные базы. Поэтому учтем при проведении следующих слушаний. Спасибо вам большое, Галина Николаевна. Это было очень интересно, я думаю, для всех зрителей. Я напомню о работе Росздравнадзора по Краснодарскому краю. Сегодня рассказала руководитель ведомства Галина Прибежища. Таким было сегодня мнение. С вами была Юлия Нашнедров. Всего доброго. До встречи на канале Кубань-24.